Последние дни июля ознаменовались для казанцев резким изменением погоды. Дневная температура воздуха не превышала 16 градусов. Чтобы узнать причину столь низкой температуры, мы обратились к профессору КФУ Юрию Переведенцеву. Резко понизилась температура, достаточно, я имею в виду, относительно нормы. Сейчас норма должна быть 20-21 градус, среднесуточная температура. А у нас всего-то будет градусов, скажем, 12, то есть большая аномалия, большая аномалия, холодная аномалия. Почему так получилось? Вот в данный момент мы находимся в тыловой части вот этого циклона, и поэтому у нас неустойчивая такая погода. Бывает иногда порой ветра, метров до 9 метров в секунду, и солнце появится, оно исчезнет за облаками кучевыми и так далее. Тепла не стоит ожидать и в первые дни августа. Возможно, что такая погода продержится весь месяц. Это было сложно все тем, что мы находимся в вот такой большой ложбине, и к нам втягиваются все время новые и новые циклоны. Запад очень горячий, Западная Европа, там рекорды устанавливаются, постоянная температура за 40 градусов. Сибирь горит, там Красноярский край тоже жара. А у нас так и должно быть в атмосфере, когда там и на западе, и на востоке жарко, то у нас должна быть обязательно прохлада. Почему? Потому что у нас ложбина холода, и вот на этом стыке между жарой и холодом возникают часто атмосферные вихрины, которые называются циклонами. Эти циклоны сюда втягиваются, и они нам приносут только прохладу, осадки, порывистый ветер, неустойчивую такую погоду. Мы находимся в циклоне, поэтому такая неустойчивая погода с резкими порывами ветра и переменной облачностью продержится в Казани еще какое-то время. Айгуль Гемодиева, Адель Вафин, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс.